В Китае коммунисты решительно наступают на правительственные войска. Законная власть, фактически попав в окружение, спасается бегством на остров Тайвань. Диктатору Чан Кайши и его соратникам на континенте уже не доверяет никто. Ни простые граждане, доведенные до крайней нужды войнами, сначала с Японии, а затем гражданской, ни даже собственные войска, которые массово переходят на сторону коммунистов. Более того, его, герои войны с Японией, единственного крупного военачальника, который сразу выступил против оккупантов, а затем изгнал их с родной земли, ненавидят, обвиняя во всех бедах. И небезосновательно. Чан Кайши понимал, что он хоть и выиграл войну, но проиграл мир. С каждым днем все больше людей переходили на сторону коммунистов, которые обещали им светлое будущее без помещиков и фабрикантов, без тех, на кого как раз и опирался диктатор в своей политике. Эвакуировавшись на остров Тайвань, Чан Кайши будет строить справедливое общество согласно заветам своего кумира и учителя, основателя партии Гоминьдан Сунья Цена. Только делать он будет это так, как привык, запугивая народ и убивая несогласных. При этом все 26 лет правления диктатор будет мечтать о возвращении в континентальный Китай, свободный от коммунистов. И даже просил похоронить его рядом с его учителем Сунья Цена на горе в Нанкине. Но коммунизм в Китае пережил диктатор. И после ухода Чан Кайши из жизни, его похоронили в мавзолее в Тайбэе, столице Китайской республики Тайвань. Как и многие будущие диктаторы, Чан Кайши появился на свет в обеспеченной семье, которая проживала в провинции Чэцзян на юго-востоке Китая, где уже более 300 лет правила манчжурская династия Цин. Он родился там, недалеко от этого города Нинбо. 30 километров от города Нинбо. Ну, можно назвать его исторической родиной. Вот такой городок, как хотяу в городском округе Уси. Уси там район, где торговали солью, добывали солью. А его отец принадлежал к обеспеченным гражданам, торговал солью. Когда мальчику было 8, погиб его отец. С тех пор ответственность за его воспитание взяла на себя мать Чана. Она для него ничего не жалела. Чан Кайши учился в престижной частной школе и мечтал стать военным. Среди тотальной нищеты и безграмотности, царившей в стране, карьера военного была очень престижной. И самое интересное, что он начал получать свое образование военное в Японии и служил в японской армии. Это очень интересный факт. Но сначала он не смог поступить в училище военное в Японии, потому что нужна была рекомендация официальной власти. Он такой не имел. Но он остался в Японии и там учился. Потом вернулся в Китай, выдержал конкурс, там тысячи человек на одно место и поступил в военное училище. Потом опять был отправлен в Японию, потом служил в армии. Хотя во время первой поездки в Японию молодой Чан не поступил в военное училище, зато познакомился с революционером и националистом Суньяценом, который пропагандировал свержение монархии. Чан вступил в его революционную организацию Томинхой, принес присягу и в знак решимости отдать жизнь делу борьбы с монархией, даже срезал традиционную косу Баньфа. И все они, эти эмигранты, формировались под влиянием Японии. И Япония помогала им в определенном формировании, культурному, образовательному, военному образованию. И рассчитывала, что они будут продвигать японские интересы. Когда в конце 1911 года манчжурская династия Цин была свергнута, Китай погрузился в хаос, в котором за власть боролись разные военные группировки. Чан Кайши оставил службу в японской армии и вернулся домой, где вступил в борьбу за объединение Китая. Лично участвуя в боях на стороне партии Гаминьдан, он проявлял полководческий талант и беспримерное личное мужество. И вскоре стал одним из самых авторитетных военачальников. Он присоединился к Цунья Цену, стал его помощником, участвовал в этом революционном движении. А в Японии он служил в японской армии. Очень интересный факт. И этот опыт ему помог. Он там стал очень влиятельным военным. Молодой начальник генерального штаба и член военного комитета Гаминьдана Чан Кайши внимательно следил за тем, что происходит в России. Он был очарован идеями большевизма настолько, что его взгляды в партии считали самыми левыми. Но все изменила поездка в СССР. Именно там, представляя Гаминьдан на переговорах относительно помощи, Чан Кайши понял, что у советских товарищей свои планы на Китай. К тому же те требовали укрепить сотрудничество с Коммунистической партией Китая, с которой Гаминьдан был в союзе за объединение страны против местных князьков-милитаристов. Усиление конкурентов тоже не входило в планы Чан Кайши. Было понятно, что в СССР только и ждут победы идеологически близких к ним коммунистов, а не Гаминьдана. И он тогда уже сформировал свое представление в том, что этот так называемый интернационализм – это не что иное, как империализм новый. И в том числе он видел претензии этой новой советской империи на китайские территории. И он был решительно против. Тем более, что Сунья Цен не разделял политику коммунистов по уничтожению частной собственности. Он считал, что частная собственность на средства производства должна остаться. Но, тем не менее, от помощи Коминтерна и военных советников из СССР в Гаминьдане не отказались. Понятно. Есть. Есть, товарищ командующий. До свидания. Принято решение помочь китайским товарищам. Хорошо. Это очень хорошо. В 1924 году Чан Кайши возглавил Академию Вампу, где готовили кадры для Национальной революционной армии. А когда через год скончался лидер партии Сунья Цен, Чан Кайши стал командующим Первой национальной революционной армией и продолжил силовое объединение провинции на востоке Китая. А еще через год, заняв должность председателя постоянного комитета ЦИК и главнокомандующего, он начинает северный поход. Сунья Цен мечтал о том, чтобы объединить Китай. Но у него власть была в основном на юге. И вот его мечту объединить Китай, преодолеть эту власть милитаристов, осуществил Чан Кайши. Не теряли времени и коммунисты декларировали совместную борьбу с милитаристами. Но при этом, чувствуя поддержку СССР, они с каждым днем проявляли себя все активнее, ведя свою игру. Чан Кайши до 1927 года сотрудничал, как руководитель комендана, сотрудничал с коммунистами. И разрешалось двойное членство и в комендане, и в КПП. И коммунисты как бы создавали свою там агентурную степь в комендане. И преуспели в этом. Спохватившись, Чан Кайши решил действовать. Он назвал коммунистов красными бандитами и приказал провести зачистку страны, к которой привлек и настоящих бандитов, китайскую мафию. Он очень давно сотрудничал с этим преступным миром, с этим черным обществом. У него были крепкие связи. И он привлек туда и весь преступный мир Шанхая, и устроил такую рижню в 1927 году. И вот с этого времени началась гражданская война внутри Китая уже между коммунистами и коменданом. Только в Шанхае во время резни погибло более 4 тысяч человек. Солдаты комендана расстреливали людей просто на улицах, на глазах у прохожих. Но все это лишь закалило коммунистов, которые характеризовали репрессии как классовую борьбу богатых против бедных. Один из лидеров коммунистов, Мао Цзэдун, противовес Чан Кайши сделал ставку на крестьян. В отличие от последнего, Мао, выходец из деревни, был для них своим. К тому же борьба стала для Мао личной, когда комендановцы захватили и казнили его жену Ян Кайхуэй. В итоге в 1932 году коммунисты провозгласили создание Китайской народной республики в нескольких районах страны. Силы были неравными, и возможно, комендан все-таки победил бы. Но вмешалась Япония. Ей нужны были ресурсы. Она решила прибрать к рукам земли воюющих друг с другом соседей и начала полномасштабное вторжение. И Чан Кайши пришлось договариваться с коммунистами. Все-таки они договорились о создании единого фронта. Этот единый фронт с разным успехом существовал до 1945 года. Но всю тяжесть войны с японцами нес на себе комендан. При этом Чан Кайши принимал и ужасающие решения. Например, пытаясь остановить японцев, взорвал дамбы на реке Хуаньхэ. Тогда от потуха воды и затопления 44 уездов погибло людей больше, чем японцы убили в столице Китая Нанкине более 800 тысяч человек. После поражения Японии во Второй мировой войне уже генералиссимус Чан Кайши снова начинает борьбу с коммунистами. Но уже поздно. Их агитация сделала свое дело. Да, Чан Кайши выгнал из страны японцев. Но его собственные войска вели себя с мирным населением не лучше, чем оккупанты. Они грабили и убивали. Диктатор отличался аскетизмом. Его ни разу не обвинили в коррупции. Чан Кайши спал на жесткой железной кровати. Питался рисом с овощами. Но его родственники купались в роскоши. Некоторые носили одежду с пуговицами из бриллиантов и рубинов. А жену диктатора подозревали в присвоении помощи от США китайскому народу. В итоге именно Чан Кайши стал для народа, подогретого коммунистами, виновником всех дед. Его войска массово переходили на сторону врага. А народ проклинал его партию Гаминьдан, считая их кровопильцами и эксплуататорами. В итоге диктатор бежал с единомышленниками и остатками своей армии на остров Тайвань. Одним из тех, кто навсегда покинул материковый Китай, был и Сян Пицзянь. Нам сказали, мы уходим. Мы садимся на водку в Шаньтоу. Мы собирались покинуть материк. Но кто знал зачем? Мы были всего лишь солдатами. Покинул материк в 45-м году, Чан Кайши возглавил правительство и Гаминьдан на Тайване. Но людям, которые прибыли с ним, было непросто. Китай по сравнению с Тайванем тогда было как небо и земля. Нет никакого сравнения. Мы варили рис из навозной бочки, которую нашли. Что поделаешь, ты должен есть, иначе будешь голодать. Уже на новом месте диктатор начал проводить в жизнь заветы своего учителя о всеобщем благе и равенстве. Делал он это в том числе и получая помощь от Запада. Начинает серьезные реформы, начав с сельского хозяйства, затем перейдя к промышленности и создавая экспортно-ориентированную экономику, у которой недостаточно своих ресурсов. Вот только проводил реформы диктатор привычным ему способом. Он правил как диктатор. Мао Цзэдум, конечно, превзошел по степени насилия Чан Кайши. Несомненно. Его репрессии были более массовыми. Но у Чан Кайши он подавлял, расстреливал. Этот период, с 1949 по 1975 год, на Тайване назвали белым террором. Только по официальным данным, около 140 тысяч человек были осуждены военными судами при националистическом правительстве Гомельдана. До 8 тысяч были казнены. Многие считают, что на самом деле цифры гораздо выше. Вплоть до сегодняшнего дня тысячи людей требуют оправдания. Такие, например, как Цан Куан Юй, который отсидел в тюрьме 13 лет. Даже в тюрьме мы настаивали на своей невиновности. При авторитарном правительстве Гомельдана мы никогда не думали, что совершили преступление. Но юридически у нас все еще есть судимость. Борются за реабилитацию своих родителей дети расстрелянных и уже ушедших из жизни узников. Я хочу, чтобы люди, стоящие за всем этим, которых мы называем бандитами, были арестованы. И чтобы свершилось правосудие переходного периода. И убрали все статуи в парках и в мемориальном зале Чан Кайши. Мне противно их видеть. Диктатор умер своей смертью 5 апреля 1975 года. Чан Кайши был похоронен в Тайбэе, столице Тайваня. Его последнюю волю, придать его тело земле на материке рядом с учителем Сунья Ценом, власти КНР отвергли. С тех пор прошло много лет. Многое за это время изменилось и в Китае, и на Тайване, который юридически считается частью страны. Изменилось в том числе и отношение к личности диктатора Чан Кайши. Эта личность противоречивая, есть разные мнения о нем. Вот, например, сейчас его наследие больше ценится в Китайской Народной Республике, как ни странно. Хотя он для коммунистов всегда был врагом. А вот на Тайване к нему не так трепетно относятся, как на материке. И вот я недавно буквально вот открывал Википедию китайскую, и так вот там подчеркивается его роль, его успехи. Несмотря ни на что, для большинства граждан Чан Кайшины всегда останется кровавым диктатором, памятники которому продолжают повсеместно сносить. Люди уверены, хорошего уровня жизни можно было достичь и демократическим путем, причем гораздо быстрее и без жертв. Жители острова благодарны Чан Кайши за то, что он сделал для Тайваня. Но они никогда не забудут, какой ценой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok